Здравствуйте! Сегодня программа Тайга Взгляд прощается с осенью, вступает в зиму и наши замечательные тайгинские окрестности покрываются снегом стремительно за окном. Вместе с зимой в активную фазу вступает и политический сезон, когда у нас все не замерзает, а в общем является привычной сферой нашего обитания. Именно прошлой зимой из-за снега случилось несколько политических катаклизмов, которые отразились в том числе на имиджи и репутации городской администрации. Возможно, этой зимой произойдет что-то новое, возможно, город станет окончательно, может быть, поедет из-за ликвидации парковочных карманов, о которых нам напоминают каждую неделю. Сегодня мы с Алексеем Мазуром решили проанализировать имеющихся кандидатов в мэры и подумать, кто и за счет чего планирует выиграть выборы и стать нашим градоначальником. Начнем, наверное, с такой полу-новости, которую продолжают обсуждать на этой неделе. Это предложение выдвинуть кандидатом в мэры крупнейшего оппозиционного политика региона, первой секретарей обкома, КПРФ Анатолия Локтя. За его выдвижение высказались, скажем так, на пленуме обкома сразу несколько человек, причем с абсолютно разной репутацией, как депутат Андрей Жиронов, так и бизнесмен Александр Балаков и Светлана Воронкова, которая выпускает программу «Прецедент». Вот столь разные люди выдвинули Анатолия Локтя. Я, честно говоря, верю в рекомендации только одного из трех. На твой взгляд, стоит ли выдвигать Анатолия Евгеньевича? И выдвигаться ему, потому что очевидно, что это давление скорее на него и на областную администрацию. Не, ну тут, во-первых, мы достаточно знаем Анатолия Евгеньевича, чтобы самим сделать какие-то выводы, а не полагаться на чьи-либо рекомендации. На мой взгляд, выдвижение, точнее как выдвижение, это, конечно, не выдвижение, а предложение выдвинуться там, когда будут выборы, к Анатолию Локтю. Это начало такой борьбы за звание первого. Звание первопозиционного. Оппозиционного, да. Потому что есть, понятно, там сторона власти, условно говоря, и в ней идет борьба. За первого. Под коверное. И на другой стороне идет борьба за первого. А на второй стороне есть две проблемы. Первая проблема – выбор в один тур будет. И, конечно, есть проблема дробления голосов. Эта проблема ее, по-видимому, не избежать. То есть, по-видимому, будет много разных оппозиционных кандидатов. Я думаю, что власть постарается, чтобы было побольше, приложит к этому усилий. В этой среде нужно занять первое место в умах оппозиционного электората. Потом говорить, надо голосовать за меня, потому что… Что я лидер, а эти не проведут. Да, а иначе голоса потеряются. И такую борьбу мы будем наблюдать, я думаю, вплоть до весны. А там она либо продолжится с тем же успехом, точнее без успеха до самых выборов, либо найдется какой-то способ, механизм договориться, сняться одним в пользу других, образовать какую-то комбинацию. А что касается выдвижения от КПРФ именно Анатолия Локтиш, то для КПРФ, как для организации, жизненно необходимо участвовать в этих выборах. Потому что понятно, что если они пропускают эти выборы мэра, то все. Ну, собственно говоря, все надежды оппозиционного электората, связанные с КПРФ, исчезают. Они и так уменьшаются. То есть идет процесс размытия оппозиционного электората разными партиями. А КПРФ находится в острой конкуренции. И что главное, что я наблюдаю по митингам, и насколько я понимаю, коммунисты это тоже ощущают, пропадает активная поддержка. То есть они все меньше и меньше могут выводить людей на улицу. Они могут сейчас рассчитывать только на массовый колеблющийся электорат, который такие смотрят и думают, этот нам не нравится, этот нам не нравится. Но вот, наверное, все-таки надо за коммунистов проголосовать, потому что они самые оппозиционные, а мы вообще против власти. И нет такого, что все, за победу социализма мы там построим, разрушим этот коммунист. То есть это меньше зло выбрать? Ну, меньше зло, да. И на фоне именно этого противостояния власть оппозиции, что пока что в Новосибирске КПРФ занимает место главной оппозиционной силы. В стране в целом это уже не так. То есть в разных регионах разные партии занимают второе место после Единой России. Ну да, в Восточной Сибири, очевидно, уже ЛДПР застолбила с собой второе место. Ну, в одних регионах ЛДПР, в Красноярске Патриоты России, где-то Справедливая Россия второе место занимает. Хотя, казалось бы, уже должна кончиться. И в Новосибирске тоже. То есть, с одной стороны, сейчас выдвигаться это фальстарт. То есть, кто выходит сейчас на переднюю линию, особенно в качестве главного оппозиционного кандидата, на того разворачиваются все медийные орудия нашей администрации дают, так сказать, залпы. Тем более, что коммунисты достаточно, ну как, ну а не то, чтобы уязвимы. Ну, в общем, есть. Да нет, почему? Давай, смотрите, правда, в глаза, конечно, уязвимы. Да давай, мы обещали про персонали и стратегии. То есть, у нас получается, что у нас на позиционном поле готовят под себя почву. Борьба за первого идет сразу с двух сторон. Это Анатолия Локти и это Липана Марева, который изначально говорил, что рассчитывал на поддержку КПРФ, хотя, очевидно, что КПРФ себя как старшего партнера с ним воспринимает. И поэтому она будет говорить, что это пусть он нас поддерживает, вот тогда будем говорить. Смотри, я просто, что хочу сказать. Вот ты правильно сказал, что уязвимы, они оба уязвимы. И я даже могу, мы можем заранее предугадать, что именно будет где говориться. Значит, мы увидим развернутые сюжеты по любимому каналу ОТС, на который в условиях уменьшения бюджета, я уверен, будут потрачены не меньше 150 миллионов. Я думаю, не только по ОТС. Ну, не только по ОТС, да, не только по ОТС. Значит, будет развернута серия сюжетов, программ, где, значит, в первой части нам будут рассказывать о том, как управляющие компании Зальцовская, Октябрьская и все остальные, там 8 или 9, ужасно обслуживают дома, как жалуются на них люди, на народ наплевать, богатеи, капиталисты от управляющих компаний, когда область и город стараются, как могут привести в порядок жилой фонд, но им назло вот это все делается. И эти же капиталисты, которые наживаются на бабушках, выступают, значит, за уменьшение тарифов, борются там с правительством и так далее. Это будет первое. Сколько бизнесменов посчитают за последнее время избиралось? С другой стороны, мы увидим, как известный политик ходит на прием к послу США, что он работает на госдеп, берет деньги от них. С каких пор для политика стала зазорно ходить на прием к послу США, я не знаю, но наверняка они посчитают, что бабушкам это не понравится, что сколько Пономарёв взял за Сколково, какой-то ужас, профессура рассержена. Мы еще, это про Пономарёв уже, мы еще с коммунистами. А мы еще не закончили, не разобрались, давай. Есть еще линия Потапова. Посмотрите, вот избрали мэра коммуниста, и что из этого получилось? А тем более, что я так подозреваю, что как раз к тому времени... Все будет окончательно. Конечно же, будут разрешены съемки на этом суде, показы в прайм-тайм всех чистосердечных признаний, ну и так далее. Верс покажут во всей красе. Дороги не сделаны, ЖКХ развалено, долги за газ, щи не сварены. Да, правда, Потапов уже к тому времени уже год будет, когда как-нибудь не уделать. Это можно придумать, что с этим делать. Теперь к Пономарёву. Да, но это не только, не только эта линия. Есть еще линия... Еще линия Абрамовича, мамы и папы. Линия Абрамовича, мамы, еще линия отношений с Навальным. Потому что они обменялись очень нелестными репликами друг в отношении друга. Те, кто будет рассчитывать отбирать у Пономарёва оппозиционный лекторат, они будут приводить, значит, цитировать... Счезрое... Интервью в Тайге-Инфо. Где он говорит про Навального, Собчак и всякую шушу. Навальный высказался про Пономарёва в ответ. Что это такой странный, жильковатый парень, который все время тут где-то бегал, то есть эта цитата будет, значит, в ходе избирательной кампании, везде растиражирована. Понятное дело. Смотрите, как о нем отзываются его собственные, так сказать, друзья-соратники. Понятно, что вот этого всего будет много. И что перевести кампанию в любимый стиль, там, а он в таком-то году там украл козу, это будет в полный рост. И, к сожалению, в этом сценарии не просматривается вариант, где будет обсуждаться. А как сделать, чтобы в городе не стало пробок, чтобы снег зиму набирался, чтобы тарифы на ЖКХ не росли, а лучше еще падали. Чтобы управляющие компании не чудили. Ну, чтобы, наконец, мы стали современным городом. И разговаривать мы стали не только о городском хозяйстве, а о каком-то горизонте развития города, о современной среде. Пока что все идет к тому, что этого не будет. Будет обсуждаться, что, когда, как. С одной стороны, есть за что, индивидуально за что мочить каждого кандидата оппозиционного, неоппозиционного. Причем, я уверен, что это будет, скорее всего, использоваться не только официальные рупоры городской и областной власти, а будет куча кандидатов, типа Александра Мухарыцына и прочих оппозиционеров, которые будут играть на этом поле и озвучивать это все активно. И газеты выпускать. Я там, Пупкин Иван Васильевич, в таком-то году сидел в бане с Пономаревым, и он мне сказал, что собирается продать Россию. Ну, что-нибудь в этом же. Есть несколько уже партий с названием «Коммунистическая», которые тоже выставят кандидатов. От них тоже будет идти агитация за настоящих коммунистов. Причем, они, с одной стороны, будут нести какую-то безумие, пругу, чтобы люди думали, что это коммунисты вообще говорят, а с другой стороны, они будут целенаправленно мочить КПРФ, как изменников, ренегатов и людей, разваливших великую партию страны. Ну, и что делать в этих условиях кандидатам? Им надо сделать либо какие-то яркие ходы, которые оттенят совершенно все эти вещи и сделают их неважными. Ну, просто отвечать по каждому пункту, мне кажется, это проигрышная стратегия. То есть, есть сценарий выборов, который я считаю нормальным. Это, грубо говоря, граждане Новосибирска, хотя бы часть их, хотя бы даже небольшая. О чем мы уже не раз пытались донести. Собираются и обсуждают, как, по каким критериям, кого выбирать, кого выдвигать. После этого, обсудив там то все, можно подписать, например, договор с Локтем, или с Пономаревым, или с кем-то. Что если он становится мэром, то он делает то-то и то-то и то-то. И после этого он становится не узкопартийным кандидатом, а уже там представителем интересов достаточно большого какого-то круга людей. Но пока что мышление всех, в том числе избирателей, в том числе и граждан тех самых, которым по-нашему стоило бы объединиться, оно в рамках прошлого. Что вот есть кандидаты, которые выдвинутся, наборники, а потом мы начнем, зажав нос, выбирать между ними это, кстати, худшее. Понятно, что в такой схеме, во-первых, падает резкая явка, потому что одно дело, я договорился с кандидатом, я понимаю, что будет, когда он становится мэром, и я понимаю, какие он обязательства несет, что он сделает там раз, два, три там на своем посту в случае избрания. Это одна ситуация. А другая ситуация, я ничего не знаю, что он будет делать, какими нормативами будет руководство, какие он уже заключил негласные соглашения. Я подозреваю, что эти соглашения негласные есть, я вижу деньги, которые тратятся на избирательную кампанию, понимаю, что деньги были отданы под то, чтобы потом эти деньги изъять из бюджета. Я не верю в другие деньги пока что на современном этапе на выборах в России. Да, в любой стране? Нет, на выборах до недавнего времени, потому что у Навального на выборах в Москве были другие деньги, то есть люди ему перечисляли там на Яндекс. Наивные. Нет, ну это не важно, эти деньги не подразумевали раздачу московских земель, московских постов. Слушай, а есть хоть один пример в России, когда вот такой общественный договор был заключен и сработал? Да. И выполнялся? Да, это самое призвание Рюрика, а также земские соборы после Смутного Времени, ну то есть были такие примеры. А есть более свеженькие? Нет, а свеженькие откуда? Потому что есть типичная схема, вот человек выдвинулся и все смотрят, 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 а потом такие, либо все идут за ним, либо не идут, одно из двух. Ну то есть варианта возникновения обратной связи не предполагается в стандартной схеме, предполагается возникновение лидеров. Вот последнее. Ну да, у тебя есть лидеры, ты ему веришь, у нас все в общем по этой схеме, которые все навальные Что меня огорчило в этой череде выдвижений? Вы, ребята, вы там встретитесь с потенциальным электоратом, спросите, ребята, а как вы думаете, надо ли выдвигаться? А как ты найдешь этот потенциальный электорат? Давай возьмем более простой пример, Дарья Макарова. Вот она пишет в Твиттере, я ей принял решение выдвинуться. Она же мне написала, ребята, как вы думаете, мне надо выдвигаться, не надо, кто готов там за мной пойти? А вот у меня уже готовая программа. Нет, ну стоп, ну сначала ее пользователи Фейсбука активно убеждали, что надо выдвигаться, а она решила, что она может? Кто кого обманул? Нет, вопрос числа. Понимаешь, одно дело принять решение, что я собрался на выборы, а другое дело об этом объявить, то есть если ты собрался на выборы, ты собери хотя бы несколько сотен человек, которые... А как ты их соберешь? Вот как собрать? Вот ты решила, как ты соберешь несколько сотен человек? Это даже для партий сложно, не говоря... Хорошо, хорошо, окей. У нас есть разные организации общественные, всякие там публичные слушания, ну то есть, грубо говоря, список из там 200-300 человек активистов на город, он известен, пофамильно его можно составить, они вот есть, их данные в интернете есть, там, ну понятно, что все они не очень друг друга любят, по-разному друг другу относятся и так далее, но всех их собрать вместе и поговорить, это в общем задача не из области запуска космического корабля. Но нет, никто по такому пути не идет, все, значит, стремятся выдвинуться, поставить флаг и потом, типа, давайте присоединяйтесь. Любой флаг у нас сейчас имеет как притягательные, так и отталкивающие свойства, и отталкивающих больше. Потому что под флаг, это я понимаю, что когда выборы закончатся, все, флаг этот останется, и люди, которые, так сказать, имеют штамп, печать с этим флагом, они останутся, они будут считать, что они выборы. Мы победили на выборах, то есть не вы нас избрали, а мы победили на выборах, это наша победа-то. То есть они все воспринимают мандат как свою собственность, а не как договор с избирателем. А договор с избирателем, это что, это взять эти самые листовки, я за все хорошее против всего плохого, все. Причем он даже уже не помню, что он такую листовку сдавал, я помню, анализировал эти лозунги, Кировка, район наших надежд, о чем это? То есть что будет в Кировке конкретно? И в чем ваши надежды, и кто это мы? Академ Городок, наш дом, отлично, то есть я вот за это должен прийти проголосовать, что Академ Городок, наш дом. До этого Академ Городок был нашей гостиницей, мы тут были жили временно, а теперь это наш дом. Или прекрасный был лозунг «Удина России» на выбор в 2010 году «За каждого из нас». Это отличный лозунг, представляешь, сидят, значит, пять крупных бизнесменов за каждого из нас и по очереди тост произносят. Для «Удина России» это достаточно циничный тост, я считаю. Циничный лозунг. Если правильно понять понятие «каждый из нас», то да, это отличный лозунг. Кто эти «каждый из нас»? Да, да. Это как-то все для человека, я этого человека даже видел. Вот предположим, мы жители Новосибирска, единый избиратель, вот один сидит и пять кандидатов. Все, это же нормально, какая нормальная процедура выбора мэра? Конкурс, критерии смотрим, которым соответственно не соответствуют, что сделает, по каким, так сказать, какими компетенциями обладает, что собирается сделать. Какие взгляды у вас на развитие города, хотя бы… Расскажите программу, да, так сказать, по пунктам, что вы будете делать, как, кого уволите, кого не уволите. Ну или хотя бы образ будущего нарисуете какой-то картинкой. Да, это все остается за кадром, либо рисуется в общих чертах. Мы за то, чтобы был город-сад там. Мы избавим город от пробок, а как? Избавим город от пробок, да. Во-первых, не будем друг друга обманывать, тенденция к такому максимально центристскому и общему формулированию лозунгов, она общемировая, потому что все меньше остается идеологических партий, которые выступают за что-то конкретное, и все больше политических сил пытаются не оттолкнуть максимальное количество избирателей какой-то одной точкой зрения, одной позиции. Там не совсем так. Ну, не совсем так, но я просто говорю, что это общая тенденция. Говорила, что у нас смысл и какие-то идеологические вещи потеряны окончательно. Нет, дело в том, что там есть то, что мы видим избирательную кампанию в странах Запада, там есть две составляющие. Одна составляющая – это прямые конкретные договора между партийным кандидатом партии и конкретными группами, любителей собак, профсоюзами, которые там настоящие профсоюзы. То есть, они хорошо понимают, что им надо. Им нужно, чтобы рабочая неделя была на час меньше. Они говорят, так, на час меньше. Так это работает система. Если пройти не выполняет, значит, в следующий раз мы его не поддерживаем. Правильно? Нет, сейчас. Как нет? Эти договора заключаются, они прям даже письменные, то есть, что кандидат будет там такого добиваться. А для всех остальных, кто не включен в эти группы, там, любителей собак, профсоюзов и так далее, вот для них эти общецентристские лозунги и голливудская улыбка на плакате. Потому что, ну, если вы такие олухи, что вы даже не знаете, что вам надо и от чего вы хотите от кандидатов, тогда вот для вас вот эта картинка и как бы посоревнуемся, у кого улыбка шире. Настоящая борьба вот идет, настоящий торг. Именно вот этот закулисный, который не видим. Потому что вот это вот понятно, что реклама на улицах, это, ну, посев такое, ну, вот, на быдло, прямо скажем. Которое, ну, да. Ну, да, на жителей Запада, например. И эти бюджеты в западных избирательных компаниях гораздо меньше, чем в российских. Президентские, я не знаю, а вот депутаты, если взять депутаты законсобраний, депутаты там, чего там, сената штата или конгресса, ну, неспоставимо. То есть там порядка 10 тысяч долларов бюджет компании избирательной. Многих, так сказать, ну, людей, избравшихся в этот самый штат. У нас это, ну, ни один политехнолог даже прозорвал такую нибудь. Почему? Я думаю, что у Анатолия Бережевича Казака могла составлять компания, столько стоить. У некоторых отдельных, так сказать, людей, представителей КПРФ конкретно, да. Когда кандидат заходит по новой, когда, ну, в общем, вот с нуля, там, ну, меньше 100 тысяч долларов не идет речи. Смотри, у нас очень странная ситуация получается, когда у нас вся содержательная дискуссия более-менее, она идет в правительстве. Ну, то есть, грубо говоря, в исполнительной власти. И министры представляют разные идеологические решения и друг другу дебатируют. Например, надо снижать налоги или не надо снижать налоги. Это про федеральные. У нас никаких противоречий нет. Значит, у нас один человек решает внутри себя. Значит, один министр спрашивает за это, другой за это. Надо стимулировать экономику или наоборот сушить. И вот они, то есть, там представлены настоящие партии, да? А политические партии, которые, казалось бы, должны идеологически представить, они соревнуются только в том, кто максимальный уровень бреда покажет и максимально оторванную от реальности инициативу предложит. Потому что у нас партии ориентированы на массовое быдло. На людей, которые верят... Так если не воспитывать избирателя, он и не станет никогда сознательным? Нет, а зачем им его воспитывать? Если он голосует за обещания, которые никогда не исполняются, если он голосует за... Людей, которые уже много раз его обманывали. За идеологические лозунги, оторванные от реальности. От людей, которые там сегодня говорят одно, завтра другое. Зачем воспитывать? Им прекрасно. Они каждый раз собираются с помощью этих людей. Они очень рады, что они существуют. Ну так эти люди, это мы? Ведь мы живем, которые говорят абстрактно. Это вот мы, это вот те люди, которые в синих комнатах. Ну я, кстати говоря, все люди, за которых я голосую, я с ними знаком. Я могу голосовать хоть от той партии, хоть от другой и знать, что мои личные персональные интересы, что я приду и буду услышан. Кстати говоря, эта схема тоже работает, потому что когда нужно всерьез избираться, договариваться с национальными диаспорами. Договариваться, с бандитами договариваться, с ТОСами, ЖЭКами, ну в смысле ТСЖ договариваться и так далее. То есть если есть какие-то организованные группы населения, которые точно знают, чего хотят, они получают свою долю в этом общественном договоре. Другое дело, что этих групп просто очень мало. И основную массу голосов, то есть основное население не участвует в этом псевдообщественном договоре. Многие голоса просто случайные. И мало того, им достаются крошки, а не основная масса пирога. То есть грубо говоря, тот, кто победил на выборах, считает, что это все его, а этими крошками он рассчитывается с теми, чьи голоса получил. То есть понятно, что та схема, когда пропаганда и контрпропаганда нам не нравятся. То есть если мы рассматриваем этих кандидатов как реальных, что им делать? Выйти на общение с избирателями, заключить договор, но все равно этой контрпропагандой никуда не денутся. Как-то с ней можно работать? Есть пропаганда, есть контрпропаганда и никуда от этого не денешься, конечно. Есть существенная часть избирателей, которые голосуют за независимостью. Но я замечу, что эти выборы будут существенно отличаться от многих предыдущих тем, что эффективность этой пропаганды и контрпропаганды очень сильно снижается. Выборы это в середине сентября. А, то есть основная часть того, на кого нацелены будут на даче? А снижение явки? То есть обычно, так сказать, власть, когда шла на снижение явки, она рассчитывала на то, что ребята останутся недовольные, граждане останутся на дачах, а мы приведем свой ядерный электорат, бюджетников и так далее, приведем на выборы, они проголосуют. Но так как среди недовольных достаточно большой процент сейчас активно недовольных, которые готовы прийти даже в середине сентября, то эта группа начинает играть заметную роль. И с ней уже имеет смысл договариваться. И на нее как раз пропаганда и контрпропаганда мало действует. И судя по тому, как развиваются сейчас события, я думаю, что все пойдет не по томскому сценарию, где есть один благостный кандидат от партии власти и какие-то там непонятные кандидаты от оппозиции. Разогрев начинается. Уже в данный момент в вопрос выборов мэров активно включено порядка там 10 тысяч человек в Новосибирске. Это всего лишь 1% числа избирателей. Но если явка будет 12%, то это уже много. Нет, но от явки это уже 3%. Я думаю, явка порядка 30% будет. Но от явки это уже 3%. Но за год это как снежный ком нарастет. Особенно в ходе избирательной кампании это будет нарастать. И я думаю, что активная часть избирателей окажется более мощным фактором, чем может быть даже административный ресурс. Во всяком случае, все будет не просто, не однозначно. Не так, как казалось.